оглянитесь вокруг себя в какое количество тюрем наших образов в других головах мы заключили и кстати вам есть считать для таких состояний которые скажем муданты выражена что мы истину похожи на ложь должны хранить сомкнутыми устами так вот представьте себе адет как раз в этой ситуации то есть она не может ничего сказать потому что она уже есть в образе ушла на попробую из этого образа выскочить и чтобы она не сказала похоже на то от чего как раз она хотела бы себя отличить должна учесть если есть истина то есть истина что уникальная невербальная несводимые и никем другим не воспроизводимое место и отличие то что называете немцы возвышенно называют это он то логиши дифференции антологическая разница антологическое различие различие ничего нибудь от чего-то что путем сравнения получаем а выделяющие отвлечение без самой себя из других ну скажем есть что-то что чувствуете только вы вот вы сидящим передо мной и никто никогда этого не почувствует если захочет он должен у вас это взять если сможет например как поэты всегда рассуждали но то что видит орел видит только он и то что видит мышь видит только она хотя и у орла и у миши это блейковская рассуждение потом в другой связи вам целиком если найду хотя повторяю обратите внимание на мысль чтобы она не проскочила в силу своей абсолютной простоты но здесь простота скрывающую глубину бред говорит обновить у мыши и она одни и те же органы чувства глаза нюх и т.д. и т.д. а видят они если что видит только мышь так вот возвращаясь к пленению образу после этого такого от отступления я хочу даже напомнить вам следующее для такого рода состояний вот состояние когда еще до того как мы высказали что-то уже существует понятая или понятый образ поняты в кавычках образ того что мы хотели сказать опять судорожно бьется в клетке своего образа в голове свана и вот я говорю что для такого рода ситуация это очень обычная ситуация для нас ситуации таких узловых ситуаций нашей с нашего сознания бытия всегда есть какие-то крупные символы читая которые мы понимаем во первых сам факт наличия такой ситуации во вторых их природу например как ни странно христу распятие христа символ читаем и и в этом смысле слова я отвлекаюсь от других смыслов конечно же распяли образ христа содержит себе иронию по отношению людям и эта ирония состоит том что кроме всего прочего христос ведь распят на образе самого себя люди распяли его на образе это мука быть распят на образе самого себя от него ведь чего ожидали запомните чудес ожидали или ожидали что он возьмет подымет евреев как у юды в сексте скажем прекрасный рок рок-оперы иисус суперстар сверхзвезда высказано ожидали что он нас плодит еврейскую нацию в борьбе в борьбе с римской империи повезет их на бой против своего социального и политического врага а он этого не делал эти глаза и идут чудеса христос христос это человек творящий чудеса царь евреев и их ось руководителя в борьбе с римлянами распятие это мука будьте распятым человек распят на оба на образе самого себя у нас такие мученики есть и у просто такой муть такой мученица альбертина она конечно распята и пленена в темнице образа который имеет и преследует своем воображении марсель и это происходит пока он преследует образ а не заглядывает тебя такова адепт и беда в том понимать что у таков часто и весь окружающий мир перед перед нами который тоже мы содержим в темнице своего образа и он пикнуть просто не осмеливается перед этим образом как выскочить из того что другие и из того какой образ другие создали и почему почему это так почему эта ситуация является такой существенной человеческой ситуации по одной простой причине он приводил уже этот афоризм просто один из таких прекрасных плавных и длинных пассажей занимающих когда на полторы страницы один и тот же пассаж занимают у просто один из таких пассажей кончается таким заявлением как персон ибо никто ну здесь и грузинского перевода не получше и русскую не получше не боюсь у нам это нужно причем перевод получается по тем словам как у нас есть такой никто не не может отдать свою душу но здесь не имеется ввиду отдать душу они имеются ввиду выдать ее на в распоряжении и на обозрение кого-то никто не выдает на обозрение свою душу пометьте себе в связи с проблемой понимания другого человека почему потому что у меня есть какие-то тайны тайны события тайны любовницы и законные дети и тысячи других бытовых тайн которые может быть у каждого человека и который конечно не хочет сообщить другим да нет нет имеется ввиду мы не можем отдать свою душу потому что мы сами не до конца не знаем она мы все тоже называют душой мы имеем в момент вот этот уникальный момент договаривание до доведения мы еще сами что-то должны сделать сами даже не знаем и конечно это никому не дадим и об этом мы молчим но дай бог что было о чем молчать вот если это есть то есть о чем молчать очень часто к сожалению мы молчим не потому что он нам есть а о чем молчать а просто ничего нет поэтому поэтому молчи так что первые понимаете что когда фигура молчание появляется философии и особенно наверное восточной философии вам встречается поскольку сейчас очень модно увлекаться восточными философии то конечно там молчание имеется ввиду вот частично то о чем я сейчас говорил а не то что мы под молчанием понимаем в обычном бытовом смысле слова кстати если я упомянул восточную философию я хочу бы вас об одной вещи предупредить мне не поверите наверное на само не согласитесь в том числе наверно потому что или у меня есть образы в которых мир пленен и не может никак пошевелиться самостоятельно я его носилую или у вас уже есть образы которых мир мир пленен и никак не может из этих образов выскочить вот конечно есть устойчивое представление о том что есть западная философия есть восточная философии по моему глубокому убеждению не существует ни западной философии, ни восточной философии. Существует одна философия. Если она случается, она случается примерно в одном и том же составе мыслей. Просто случайно где-то кто-то зовется Буду, а кто-то зовется Сократом. И действительные философские мысли не подчиняются различиям или водоразделам между культурами. Потому что вообще философия в принципе оккультурное явление.